Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на торговой сессии вторника, где мы, как и всегда, оцениваем события дня минувшего, смотрим вперед и в целом стараемся подстроить, адаптировать вот этот новостной фонд под наши долгосрочные инвестиционные позиции. Сразу же к повестке экономического календаря, думаю, что вы, раз уделяете большое внимание фундаменту, уже наверняка заметили то, что сегодня нам, в принципе, по экономическим отчетам даже и торговать нечем. Единственное, что данные от Американского института нефти, которые будут опубликованы в 23.30 по московскому времени, и завтра до начала нашего брифинга, буквально в 6.05, пройдет выступление еще председателя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу. Соответственно, очень важное событие, тем более для нас, потому что по австралийцу мы до сих пор еще не выжили, потенциал снижения. У нас цель остается на прежней планке 0.73, вот как назло, мы практически подобрались к этому уровню еще с конца прошлой недели, и вот несколько часов назад решение по процентной ставке, эти сопроводительные заявления снова подогрели интерес к австралийцу и поспособствовали тому, что пара вернулась в район 0.74. Расстраиваться давайте не будем, потому что у нас есть еще, скажем, один козырь, на который мы изначально тоже делали ставку. Это своего рода план B, это выступление Филиппа Лоу, уверен, что его мягкая риторика может оказать необходимое для нас нисходящее воздействие на австралийца, ну и наконец-таки позволить, собственно, продавца он все же коснулся вот этой поддержки, до которой их не так уж и много. Нужно что-то менять уже, соответственно, в подходе, который сейчас в плане развития трендовых движений по австралийцу. Мне тоже уже, друзья, наверное, как и вам, поднадоело, скажем, болтаться в диапазоне 100 опунтов уже несколько недель подряд. Ну, таков рынок, мы вынуждены работать с тем, что на нем происходит, и, разумеется, вынуждены все же сохранять приверженность тому подходу, который мы стали использовать ранее, чтобы оправдать потенциал этого снижения. Нету ровным счетом никаких оснований, чтобы по австралийцу можно было резко развернуться и поставить на то, что пара окажется гораздо выше там текущих значений, либо улетит там выше 0.75. Ну, собственно, так же, как нет оснований говорить о восстановлении и мощном восходящем движении по евровалюте, о которой мы также еще поговорим. Давайте теперь вернемся к нашим традиционным инструментам, которые по порядку мы разбираем каждый брифинг. Всегда мы начинаем с нефти и рубля. По нефтянке 73.62 – это закрытие, собственно, прошлой торговой сессии. 73.95 – это то, что мы видим сейчас. Небольшой интерес к нефти сохраняется, и оценивая фундамент, можно сказать, что именно показатели, которые отражают предложения на глобальном рынке и влияют сейчас на настроение. До этого, в ходе вчерашнего, собственно, до этого брифинга, во время нашего с вами вчерашнего вещания, мы разбирали, сколько нефти добывается в Саудовской Аравии, сколько нефти добывается, собственно, в России и так далее. Сегодня вот для меня было полной неожиданностью, я даже немного, признаюсь, запутался. Опять же, оценивая новостной фон и анализируя статьи по объемам добычи, нашел уже совершенно другое подтверждение, что производство нефти в Саудовской Аравии не выросло, как раньше было отмечено. То есть, за последний месяц сократилось там больше, чем на 70 тысяч баррелей. Источник, правда, сомнительный, я не думаю, что на него в целом стоит сейчас полагаться. Лучше давайте дождемся все же официальных данных непосредственно от ОПЕК, потом посмотрим на оценку Международного энергетического агентства. У нас традиционно еще и администрация энергетической информации также оценивает глобальное предложение. Попробуем сопоставить эти значения, но я уверен, что мы найдем все же подтверждение того, что показатель добычи вырос в рамках Саудовской Аравии. Также трейдеры продолжают обсуждать ситуацию в Венесуэле. Да, там, признаюсь, из-за финансово-экономического кризиса, который разрастается, который явно сугубился, особенно после переизбрания Мадуро, стал причиной бешеной инфляции, бешеной, это, чтобы вы понимали, речь идет о показателях практически уже в 100 на 1000 процентов. Соответственно, дикие цифры, конечно же. Я думаю, что в истории даже нужно постараться, чтобы найти прецеденты похожие. Они будут найдены, но это было очень давно. И сейчас, в принципе, все это развивается и происходит в Венесуэле. Ни о каком развитии промышленного сектора речи не идет. Соответственно, поскольку зарплату не платится, разумеется, забастовки, которые были давным-давно, стали причиной того, что очень сильно просел производственный сектор Венесуэлы. Нефти добывается все меньше и меньше. С каждым месяцем закрывается большее количество нефтеперерабатывающих заводов, потому что им нечего перерабатывать. И, в конце концов, сейчас считается, что из этого кризиса удастся выйти только чудом. И, соответственно, в ближайшие месяцы добыча нефти будет неуклонно сокращаться и может, собственно, просесть до 1 миллиона. Да, Венесуэла есть, скажем, как имеет место быть, как фактор для поддержки цен на нефть, но мне кажется, это было бы справедливо, если бы у нас не было сигналов, подтвержденных свидетельств о росте нефтедобычи в других регионах, которые оказывают вот это компенсирующее воздействие. Здесь я снова повторяюсь о том, сколько нефти добывается в России. Рост в прошлом месяце составил 150 тысяч баррелей. Фактически отчасти компенсируется. Если мы вспомним еще комментарии Александра Новака, то добыча нефти будет неуклонно расти. Также участники рынка вдохновились еще решением США, которое вступило в силу против Ирана о санкциях. Но я предлагаю пока эту тему не обсуждать, потому что, как и было верно отмечено в ходе вчерашнего брифинга, мы говорим лишь о финансовых санкциях. Это не санкции против иранской нефти. Будет еще времени и довольно много, чтобы обсуждать, именно как нефтяные санкции скажутся на объеме добычи и поставок Ирана. Но это произойдет не раньше ноября. Поэтому не торопитесь с, скажем, чрезмерным оптимизмом для нефти. И, на мой взгляд, по-прежнему решение, которое предполагает покупки нефтянки, оно может привести не к самым лучшим результатам. Как минимум потенциал снижения. Я еще вижу, опять же, это снижение бренда в район 70. И, собственно, так же, как и раньше, основная идея и основной посыл, он связан с опасениями перепроизводства, которое, на мой взгляд, все более и более очевидно. Если бы не было такой двусмысленной картины по статистике в Саудовской Аравии, то сегодня я бы отметил, что Саудовская Аравия, так же, как и Россия, стремительно увеличивает производство нефти, ну и позволяет нам говорить о рисках потенциального избыточного накопления запасов. Но непонятно, конечно же, сколько нефти, на самом деле, было добыто в Саудовской Аравии. Я думаю, что нужно поискать дополнительную информацию. Я этим займусь, друзья, и в ближайшие брифинги все же попробую дать более-менее объективные данные и цифры. Рубль 63.73, дальше идем евро против доллара, европейская валюта активно теряет, собственно, распродажи евро были заложены в основу много-много месяцев назад, сейчас мы лишь развиваем нисходящую тенденцию. Опять же, агрессивный сейл начался еще в конце прошлой недели, в понедельник он был подхвачен, мы очень близки были, собственно, к нашей долгосрочной цели 1.15, и, в принципе, очень близко к этой поддержке остаемся и сейчас. Почему евро активно продают? Потому что этому способствует плохая статистика. Помните последний провальный отчет, один из самых значимых, это по уроничной продаже, мы о нем вчера говорили, собственно, спад ценовой 6% до 1.2, соответственно, снижение розницы отражает слабую активность потребителей и указывает на вероятность замедления инфляции, а без устойчивого роста инфляционных ожиданий Европейский Центральный Банк вряд ли позволит себе такое вальяжное решение, как отказ все-таки от программы количественного смягчения, сведение этой программы к нулю и последующее повышение процентной ставки. Думаю, что с экономическими стимулями мы поработаем еще какое-то время, но если даже все-таки Европейский Центральный Банк останется верен своим прежним заявлениям и планам все-таки свернуть программу QE до конца этого года, на повышение процентной ставки рассчитывать, если и придется, то очень не скоро. То есть с учетом новых вводных, которые мы получаем, явно ухудшившийся макроэкономический фон, риски связанные с торговыми отношениями США, я думаю, что повышение процентной ставки, если и произойдет, то не раньше вообще заката 2019 года. Времени еще очень много, поэтому я предлагаю снова вернуться к идее, которая связана с тем, что нужно работать на контрасте монетарных политик, и в целом медведи сейчас именно это и делают. Политика Федрезерва и политики Европейского Центрального Банка, то есть мягкой экономической политики и жесткой. Что касается Федрезерва, так мы можем плавно перейти к доллару японской, и иене, но зациклимся на долларе, потому что я думаю, ну это важно, видите, доллар как ни крути, он остается по-прежнему одним из основных катализаторов, и у нас было очень много насыщенных дней на минувшей неделе, когда мы следили за серьезными отчетами, мы даже поработали с заседанием Федрезерва, услышали оппозицию американского регулятора о том, что планы остаются прежними, это планы, которые предполагают повышение процентной ставки еще как минимум дважды в этом году. Соответственно, после пятничных данных по Non-Farm Perils, тоже из этой статистики мы сделали вывод о том, что сектор прогрессирует, уровень заработки снизился до 3,9%, количество новых рабочих мест выросло не так динамично, как прогнозировалось, но медиана средней остается, скажем, в таком повышательном тренде, это тоже сигнал, явно указывающий на восстановление. Даже сейчас, после выхода Non-Farm Perils, буквально все, кто следит за перспективами денежно-кредитной политики Федрезерва, лишь могут обозначить только одну идею, что эта статистика стала еще одним доказательством того, что с планами Федрезерва ничего не изменится. Они не будут скорректированы, ставки будут повышаться и дальше. Поэтому ждем с вами сентябрьское заседание и ждем, что с этим курс американской валюты будет котироваться выше. Вот из-за чего и был сделан акцент на контраст политика ФРС и Европейского центрального банка, и вот почему европейская валюта продолжает активно снижаться. Еще вернемся к евро. Обязательно стоит отметить, что вчера вышел отчет по производственным заказам Германии. Если вас интересует отдельно взятая статистика не в масштабах всей еврозоны по регионам, я советую посмотреть, опять же, на этот релиз. В экономических календарях можно найти даже диаграмму, график. В общем, статистика крайне удручающая, такая же отвратительная, как и по роничным продажам в пятницу. Производственные заказы снизились, в этом выражении, на 4%. Вот откуда растут ноги, когда мы говорим с вами о более слабых темпах экономического роста, и вот почему я считаю, что не стоит недооценивать влияние плохих отчетов на еврозону. Статистика действительно ухудшается, и это не сможет не сыграть злую шутку с курсом евро, который будет оставаться под давлением, даже если закрыть глаза на тот самый контраст политик, на то, что происходит с долларом, нет возможности зацепиться за потенциальный рост даже в виде поддержки отчетов на внутреннем рынке. Даже статистика плохая. Поэтому, друзья, возможно, даже на отметке 1.15 мы с вами не остановимся, пойдем ниже. Но для начала нам нужно сделать цель 1.15. Фунт против доллара. 11-месячные минимумы были сфиксированы в ходе вчерашнего дня. Мы вчера говорили о том, насколько обострилась и насколько возросла угроза жесткого Брекзита. Это действительно так, с отсылкой на Марка Карни, которую возглавляет британский реквеллятор. Были сделаны предположения, что, скорее всего, все пойдет по негативному сценарию, потому что времени все меньше и меньше. И все, кто участвует в этом процессе переговоров, как со стороны Европейского Союза, так и со стороны английской делегации, но может быть только за исключением Терезы Мэй, которая по-прежнему видит свет в конце туннеля, все полагают, что мы можем железобетонно заявлять через отдельные комментарии разным, скажем, СМИ, разным радиостанциям, в разных эфирах и так далее. То, что скепсис крепчает и, скорее всего, Англия все же пойдет по самостоятельному пути развития уже вне Европейского Союза без сохранения доступа к единому европейскому рынку. Поэтому, друзья, при таком раскладе, при отсутствии, опять же, влияния какого-то положительного на курсы британца, даже решения по росту процентных ставок, я считаю, что мы можем настраиваться на продолжение нисходящего ралли и ждать, собственно, пару фунт-долларов в районе 1.25. В лово вчерашнего дня был зафиксирован на отметке 1.29.19. Доллар японской иены 111.32, хотя, наверное, чуть пониже мы сейчас уже спустились, предлагаю сделку, все же считаю, что американцы против иены нужно откупать по мере возможностей, хороших уровней. Сейчас я вижу в качестве потенциального привлекательного уровня для покупок отметку 111.10, друзья. Мы работаем все с тем же фундаментом, я сейчас вкратце о нем уже говорил, как по данным Non-Farm Perils, так и по позиции Федрезерва, которая была обозначена на неделю минувшей. Единственная причина, по которой доллар не вырос против иены активно, так же, как и против рисковых инструментов, это все-таки подвешенный вопрос, который сейчас тревожит и волнует всех, кто следит за событиями на площадках, это как дальше будут обстоять переговоры между США и Китаем. Пока нету плохих новостей, мы знаем, да, на прошлой неделе обменялись очередными угрозами взаимными, что США, что Китай, но считается, что если решения о новых санкциях будут приняты, то это произойдет не раньше середины сентября. То есть у нас с вами небольшой временной лах относительного спокойствия, относительно, конечно, в кавычках, когда мы можем сделать исключительную ставку на доллар и верить в американца даже против защитных оппонентов. Поэтому по доллару и иене сделку я, в принципе, вам привел, как возможность для активности с вашей стороны. Но знаю то, что многие и так уже относятся к тем трейдерам, которые разделяют идею длинных позиций по данному даету валютных активов. Новозеландец против доллара. На этой неделе мы вынуждены следить с большим пристальным вниманием не только за австралийцем, но и за новозеландцем, потому что ставки-то пересматриваются на неделе, скорее всего, без изменений. То есть по Резервному банку Австралии мы уже говорим, что изменений не было. Ставку оставили на прежнем уровне 0,75%, потому что заседание уже завершилось. А что касается Резервного банка Новой Зеландии, то оно впереди. То есть завтра вечером пройдет, в четверг утром мы с вами подведем итоги. Я, друзья, считаю, что сейчас очень хорошие возможности, опять же, для покупки новозеландца. Посмотрите на дневках, вы увидите мощные уровни, мощная поддержка, которая не раз уже способствовала последующему отбою цен, восстановлению котировок. Это уровень 0,6720. Мы фактически сейчас снова приближаемся к нему. Не вижу какого-то негатива, из-за которого можно было бы сейчас Новозеландцу лихо полететь вниз, собственно, пробив этот уровень. А поэтому, как и раньше, я все же придерживаюсь позиции того, что Резервный банк Новой Зеландии, в отличие от Резервного банка Австралии, первым начнет говорить о возможности ужесточения монетарной политики. Потому что, если мы сейчас даже попробуем сравнить сектора экономика Австралии и Новой Зеландии, мы легко с вами придем к выводу о том, что в Новой Зеландии ситуация явно лучше, чем в той же самой Австралии. Ну да, для Новой Зеландии, так же, как и для Австралии, весьма актуальным является риск замедления мировой экономики и обострения отношений в связке США и Китая. Потому что Китай для Австралии и Новой Зеландии – это фактически ключевой, основной и статистический партнер. И все, что впоследствии произойдет с Китаем в плане экономического роста, отразится также на бизнесе в масштабах и этих экономик. Но вот этот фон я уже предложил вам пока что держать, конечно же, в голове. Он может выстроить в моменте. Я не знаю, какие комментарии могут прийти через несколько минут на рынок по этой теме. Это все возможно. Но у нас нет причин говорить о том, что что-то должно произойти в ближайшие дни, потому что все, что можно было сделать и сказать, уже сказано. Мы слышали об этой исключительной протекционистской позиции. И теперь, соответственно, ждем только лишь следующих решений непосредственно о принятии этих импортных пошлин. А как я уже отметил, они, если и будут обозначены на рынке, то не раньше середины следующего месяца. Поэтому по новозеландцу я предлагаю вам, как и раньше, относить себя к категории покупателей. Ну и, разумеется, использовать отбой от отметки 0,6720 для открытия длинных позиций. Австралийцев против доллара ставка 0,75, как уже было отмечено, 0,7407 сейчас котировки. Мы видим то, что по факту заседания Резервного банка Австралия курс сейчас развивает восходящую динамику. Но это, наверное, даже подтверждение уже той традиции, которая сложилась, потому что риторика Резервного банка Австралии не меняется уже на протяжении многих и многих месяцев. И первая реакция, которая наблюдается в курсе австралийцев против доллара на комментарии Резервного банка Австралии, это рост, который очень быстро продается, друзья. Давайте посмотрим, не будет ли исключением сегодняшней реакции трейдеров на вышедшие протоколы. Я думаю, что в конце концов мы вернемся к распродажам, тем более, что Резервный банк Австралии снова повторил, что текущие процентные ставки полностью соответствуют целям по инфляции и по тэпам экономического роста. И очень серьезным, скажем, фактором неопределенности остаются низкие значения активности потребительских домохозяйств, что в целом будет оказывать такое давляющее, подавляющее воздействие на показатели инфляции. Поэтому Резервный банк Австралии, в отличие от Резервного банка Новой Зеландии, ну действительно лишен каких-либо оснований, чтобы даже думать о потенциальном ужесточении монетарного режима. Австралийца, в отличие от Новой Зеландца, мы с вами продаем. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.